ну ладно перейдем теперь к психологии ну поскольку я практикующий психолог так скажем немного практикующий психолог мне кажется что вот эта тема тема самооценки назрела ну понятно что психолог обращаются люди которым нужна помощь но тем не менее наверное все-таки это действительно актуальная тема для нас я там приведу дальше несколько фактов которые об этом свидетельствует пожалуй начнем сначала вот небольшое такое ну не знаю тестом это сложно назвать но небольшие такие задачки жизни так представьте после рабочего дня вы идете по улице или после учебного дня размышляете анализируете день который только что закончился и часто ли вот у вас бывает ситуация когда вы прокручиваете разговоры которые вы вели в течение этого дня чувствуете что что-то можно было сделать и что-то можно было сказать по-другому насколько часто это бывает с вами каждый день постоянно через день там и так далее ответьте сами для себя некоторые люди настолько впечатляются что даже идут и разговаривают сами с собой вслух таких на улице иногда можно встретить не у них все нормально просто они вот переваривают прошедший день и проигрывают заново те ситуации в которых они были второе задание вы проходите мимо группки подростков подростки в целом безобидные они на вас смотрят может быть где-то оценивающие и когда вы проходите за спиной раздается их смех что в этот момент подумаете ответьте для себя далее идете дальше не встречаете но вот конкретно красивого человека своего пола юношу там или девушку мужчину примерно своего возраста нут красивый такой да вы смотрите на него и что вы думаете в этот момент но если противоположного понятно да а если вот своего что вы думаете в этот момент следующая задачка встречаете свою знакомую не так чтобы уж совсем близкую знакомую да и вдруг она начинает говорить вам и комплименты что вы такое и сякой или такая сякая да вот и будете вы испытывать к этим словам доверие или недоверие как вы к этому отнесетесь ответьте тоже для себя такая типичная для вас ситуация но вот пока эти ответы пусть будут при вас пойдем дальше хочу познакомить вас замечательным психологом ведущим научным сотрудником института психологии академии наук к сожалению ушедший уже от нас айда васильна захарова она свое время исследовала проблему самооценки и она в общем-то довольно афористично вы выдвинула тезис который под которым я готов сто раз подписаться хотя есть критики этого подхода например из книжка 50 мифов практической психологии там этот подход опровергается но вот аида васильевна написала самооценка это ядерное образование личности то есть ядро все что происходит с нами все наши действия через самооценку проходит это своеобразный фильтр и свои базный командный центр штаб что ли наш мы действуем в зависимости от того что нам подсказывает наша самооценка и всю действительность воспринимающую мы тоже пропускаем через вот это ядерное образование начнем попытаемся разобраться с тем как работает самооценкой для этого нам да вспомнить кролика из замечательного гениального считаю мультфильма да и замечательной сказки хотя тут важна не сказка наверное перевод борис заходер конечно перевел гениально эту сказку которая в на английском довольно скучноватое в оригинале и так я бывают разные говорил кролик психологи вам объяснят что существует я реальная и я идеальная реально это то что существует а идеальная подскажите мне да то какими мы хотели захотелось бы нам быть может быть даже мы понимаем что не очень там и способны этим быть но все равно хотелось бы кстати существует еще я фантастическая например но это совсем уже да я требуемая то есть и требования которые нам с вами предъявляет социум наши близкие тоже в некую фигуру такую складывается да кроме того еще другой существуют другие я углубляться уже не будем остановимся на первых двух я реальная я идеальны именно они и являются как бы вот корнем которая формирует самооценку существует формула вот такая вот я реальная отношение я реального и я идеального собственно и составляет самооценку то есть когда у нас с вами есть минутка свободная мы свободно от курила гутенберга от учебы от работы до сидим вот так вот где-нибудь и бывает сравниваем себя реального себя идеальным прям скажем сравнивают не все этим занимаются люди определенного типа характера психологи от называют акцентуацией мы к этому еще вернемся и некоторым вообще по барабану такие проблемы им надо бежать у них дела им весело и так далее а вот я думаю на курилку гутенберга как раз собирается вот аудитория то которая время от времени рефлексирует вот так вот собирается где-нибудь какова функция самооценки зачем она вообще существует в организме кстати если самооценка у животных но я от наблюдаю свою кошку но думаю конечно там инстинктивного больше хотя иногда они такая чуть-таки чудеса интеллекта какие-то выдает что начинаешь думать что она что-то что-то понимаете про нас да вот и даже больше чем мы думаем но думаю что все таки там о самооценке речь не идет все таки это человеческое такое образование зачем нужна самооценка во первых она помогает нам понять наше место в мире до статус-кво где мы сейчас находимся какая наша позиция сейчас не только в социальном плане но и во всех планах далее во вторых она регулирует выбор задач личностного характера помните аду васильевну до ядерное образование личности то есть она подсказывает нам как генеральный штаб в каком направлении двигаться и куда лучше не соваться далее обеспечивает носительную стабильность личности понимая кто мы и какие мы мы чувствуем себя в принципе личностью все вот эти вот осколочки кирпичики собираются в единое целое и составляют наше некое внутреннее самосознание это называют еще я концепции может быть слышали такое слово так вот самооценка является частью этой самой я концепции может быть я не знаю центральной частью далее мотивирует и стимулирует личность к развитию самооценка об этом сейчас поговорим как самооценка действует как этот механизм вообще действует действует самооценка через эмоции эмоции такой градусник которая показывает хорошо нам или плохо когда нам не очень комфортно мы испытываем отрицательные эмоции соответственно положительные то же самое касается и самооценки когда мы чувствуем что наша самооценка далека допустим от наших желаний от нашего я идеального до от наших каких-то еще представлений о себе о том какие мы должны были бы быть некоторые наглекатах на первом месте я требуемое например для детей младшего школьного возраста они прежде всего обращают внимание на том какими хотят видеть и стремятся к этому них собственная идеальная штука формируется и она фактически совпадает с я требуем так вот в этом случае мы испытываем определенные эмоции близки мы у нас положительные эмоции мы чувствуем себя какими красивое слово и счастливыми счастливыми самооценка это причина или причина нашего счастья или несчастья если же что-то нас не хватает то мы чувствуем себя несчастными немножко или сильно это уже зависит от того насколько мы с вами далеки от нашего же собственного идеала в зависимости от того какие эмоции на градуснике на нашем такие мы приняли предпринимаем далее действие то есть она регулирует с помощью эмоций наши действия дальнейшие уровни самооценки но это в интернете можно найти легко но конечно мы от этого отойти не можем потому что сегодня мы этот феномен рассматриваем и так самооценка бывает соответственно устойчивого и неустойчивый адекватная неадекватная и если не адекватная то она бывает за вышина или занижена хотя лучше наверное говорит высокая а нет за вышины и низкой лучше вот так говорить за они жены это как бы чуть чуть а низкая тоже конкретно вот завышенная низкая у вас кстати какая вот подумайте сейчас сейчас гоню вас комплексы неполноценности все пойдете и утопитесь он в той большой уже в которой он я ногу замочил очень интересная статья недавно появилась на моей любимой ленте ru ну да вот такие у меня вкусы извините лента ru вот самооценка жителей стран запада выше чем жителей менее развитых стран но мы с вами каким относимся к странам запада или к менее развитым но если судить по вот этому тезису то видимо скорее к менее развитым да не только и только по этому обстоятельству но поэтому в частности опросили 1 миллион добровольцев примерно 1 миллиона 48 стран и сделали вот такой вот вывод там люди живут с более адекватные более высокой самооценка чем у нас поэтому я считаю тему эту актуальный не только как психолог но не знаю как работник телевидения не хочу горит журналист да как не знаю историк вот это важно потому что от того какого самооценка населения конкретной страны такое у этой страны и будущее во многом мне кажется так можно там не соглашаться тем не менее россия зона низкой самооценки кажется в последнее время что-то меняется но традиционно у нас зона низкой самооценки и это не трудно общем-то убедиться в этом если понаблюдать за поведением наших граждан я это наблюдаю непосредственно очень часто много и так далее и вот эта вся необоснованная агрессия вчера вам по телевизору показывали по телевизору показывают мужик выскочил с топором стал крушить иномарку значит которая сзади стояла чем-то она ему помешала только там столкновение было то ли еще что-то ночью топором стал ее рубить хозяин снимал все это на мобильник потом видимо выложил социальные сети и это все показали по телевизору ну понятно что он снял виновника видимо он был спокоен потому что понятно будут будет все человек возмещать но тем не менее до чего вот и вот такая агрессия это вдруг в нем вспыхнула да почему я думаю самооценочные проблемы какие-то то есть тут что-то такое заложено хотя мужчина с топором не выглядел каким-то там несчастным и закомплексованным и тем не менее что-то произошло какое какой-то удар по сознанию был нанесет неадекватная самооценка как правило если она достаточно неадекватная влечет за собой кучу неприятных последствий для человека но вот почитайте какие например но в свете последних событий знаете какая из этих вот и какой из этих кружочков или овальчиков меня больше всего напрягает синий кит да да чё там синий кит просто с крыши прыгают некоторые товарищи некоторые за компанию ну а большинство от того что как-то вот жизнь не удалась ничего что тебе 14 лет но она уже не удалось понимаете самооценочные проблемы приводят например к этому к этой проблеме еще вот например внизу товарищ невроз да это когда начинается изменение психики уже медицинского характера человеку нужна помощь доктора с таблетками с лекарствами и с прочими разными лечебными процедурами но и остальное тоже малоприятное например постоянная изматывающая тревога иногда говорят тревожность данной тревожность черта характера тревога это вот чувство состояние в котором ты находишься если у тебя заниженная самооценка впрочем если и завышенная тоже да ты находишься в состоянии тревоги ты чувствуешь что ты как-то не соответствуешь чему-то хотя это вербализовать часто бывает очень трудно в каких условиях формируется заниженная самооценка сейчас начнут все вспоминать свое детство замечательный психотерапевт михаил эфимович литвак по моему покойный уже он сообщил как-то в одной из своих книг он там серию книжек написал таких популярных по популярной психологии что до трех лет приблизительно у человека закладывается модель его жизни то есть до трех лет он получает некую программу которая потом реализуется в течение последующих лет изменить эту программу можно но для этого нужно ее осознать и предпринять определенные усилия ну как вот когда водоворот тебя засасывает в учебниках мчсовских написано нужно сделать рывок в сторону вот какой-то рывок в сторону нужно сделать и от этой программы отказаться но это бывает очень сложно так вот в частности низкая самооценка становится частью этой жизненной программы в том случае если человек с детства привыкает соответствовать чьим-то ожиданиям соответствовать ситуации приспосабливаться и так далее самый простой вариант это когда родители постоянно ругаются и не находят общего языка в этом случае ребенок вынужден лавировать между мамой и папой а еще хуже когда родители начинают ребенка настраивать друг против друга вот и в этом случае конечно у ребенка скорее всего ничего хорошего в плане самооценки не сформируется придется ему потом каким-то образом с этой проблемой либо жить либо ее каким-то образом выживать из себя ну как тут не вспомнишь что у нас например в городе кургане по последним статистическим данным около 60 больше 60 процентов браков заключенных распадаются 2 3 браков не обходится без скандалов как правило проблема в том это уже я из опыта моих клиентов которые приходят иногда посоветоваться да могу сказать как правило проблема в том что люди терпеть не умеют не хватает терпения не хватает какого-то вот не знаю соучастия слишком эгоистичны все а почему эгоистичны скажете вы оборотная сторона заниженные самооценки понимаете и получается замкнутый круг получается что мы взрослые люди которые находимся уже в продуктивном возрасте как называется продуктивный да вот да репродуктивный до женимся там друг на друге рождаем детей им свою заниженную самооценку транслируем самое интересное что потом дети которые вырастают если они бессознательно свои детей воспитывают от по интуитивно по наитию они как правило начинают воспроизводить модель своих собственных родителей лет в 13 когда начинает человек терять контакт со своим ребенком вдруг ему в голову приходит что что-то не то приходит к психологу и начинает вопросы задавать а на самом деле просто вот родители вот так воспитывали ему не нравилось но когда он своих родила начинает делать то же самое удивительная такая вещь и это вторая проблема почему о самооценке нужно говорить потому что дети это опять же будущее нашей страны как говорил одна старая учительница в школе где 15 лет работал она сказала как-то своим подружкам тоже пожилым таким девочки помните мы работаем на свою пенсию вот как мы сейчас отработаем да так и жить будем когда на пенсию совсем выйдем дальше еще один способ когда человека человеку закладывают заниженную самооценку самого детства это когда человека постоянно одергивают вот когда ругают ну человек имеет право на спонтанные реакции и спонтанность человека спонтанность родителей когда он вспылил предположим или еще что-то это проявление естественности если это несет вреда здоровья ребенку в принципе этом плохого ничего нет но вот приходится иногда наблюдать на улицах или в кафе или в другом публичном месте какую-нибудь мамочку со своим трех четырех пятилетним ребенком которая постоянно не лезь не трогай разобьешь не бегай туда не мешай дяде да убери это горячее и так далее кому это мешает ребенок никому не мешает сидит спокойно своими делами занимается но мама на и находит за что его одернуть что это проявление власти или что я с одной такой мамочкой разговаривался и говорю а почему вот вы так делаете почему в ребенку жизни своей спокойно не даете не даете ему спонтанно себя вести ведь он в принципе никому не мешает если по на раутом предположим или ко всем приставал это было бы объяснимо здесь нет ничего подобного нормальный ребенок она говорит он позорит меня вот он корень опять опять заниженная самооценка опять у человека страх от страх оценки опять его кто-то позорит и таким образом человек транслирует опять же своему ребенку вот это же самое чем 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 он сам страдает далее еще одной один источник низкой самооценки опять же он коренится в детстве это школа прежде всего начальная школа средняя школа там уже человек более-менее автономен даже в младших классов средней школы имеют у 5 6 а вот начальная школа ребенок ориентируется на взрослого и любит взрослого и уважает его только за то что он взрослый а взрослые у них классе учительница до недавно поднял поднял я статистику интересную выяснилось что оказывается с 1 по 3 класс количество детей с адекватной или высокой самооценкой уменьшается в классе в три раза то есть было около 60 процентов остановится около 20 остальные занижены ну смотря у какого учителя наверное да но вот такую статистику я нашел по какой-то конкретной школе просто проводили вот такое исследование там есть тесты специальные типа дембо рубинштейн там методика лесенки и так далее куча всего неприятная вещь но наша школа сейчас конечно они отдельные нужно отдельную курилку рубинштейн это господи да но ты понял рутенберга проводить из трех частей конечно же формирование самооценки играет огромную роль и референтная группа референтная группа для первоклассника я только что сказал кто взрослые мама папа учительница он их любит только за то что они взрослые для подростка кто себе подобные назовем их друзьями да для взрослого кто тут однозначно не ответишь у разных взрослых разные референтные группы тоже литвак например делил всех взрослых на общественников семейников извините за выражение и трудоголиков вот общественники реализуются в общественной деятельности семейники в семье а значит трудоголики на работе соответственно и референтные группы распределяются в зависимости от типа и как правило что удивительно одно с другим не совмещается либо одно либо другое либо третье четвертого не дано как как референтная группа тебя оценивает такая у тебя и самооценка поддерживается то есть к уже сформированные самооценки добавляется еще определенная такая поддержка да ну бывает так что референтная группа подростковая например помогать человеку вылечиться от некоторых вещей то есть он свою заниженную самооценку полученную семье и школе здесь реализует именно поэтому я например с удовольствием занимаюсь детским движением общественным потому что это та самая среда в которой человек может свою самооценку выправить и за 15 лет школе я видел таких примеров миллион когда люди приходили к нам в детские объединения и становились людьми а приходили то за шуганными вообще существами абсолютно сначала приходили просто за комфортом а теперь некоторые уже я старенький уже некоторые уже профессию выбрали себя соответствии с тем чем они занимались у нас школе там у нас есть деятели радио и телевидение что там только у нас нет чем у школе за не туризм в туризм пошли в профессиональный в мчс и так далее то чем мы занимались школе в детских объединениях условия формирования низкой самооценки продолжаем до существует еще один фактор который помогает сформироваться нижней низкой самооценки у данного конкретного конкретного индивидуума это характер или как психологи говорят акцентуация характера то есть ярко выраженные особенности характерологические ну вот ослик например и а да по темпераменту он кто как вы думаете скорее всего мелохолик да а психолог наверное конкретизировал еще скорее всего психостеноид еще или психостеник зависимости какая есть какую систему психолог использует да то есть человек как бы это выразиться слабо душной что ли да если дословно перевести с греческого вот человек так быстро устающий человек поддающийся влиянию и у такого человека вернее у такого животного да как правило низкая самооценка вот есть люди допустим гипертимы вот эти вот активные бегают все время любимый урок физкультура постоянно какие-то дела куча знакомых друзей и так далее им про самооценку думать никогда они не рефлексируют и самооценка у них всегда адекватно все нормально у нас на работе есть таки еще один способ еще один фактор сформирования низкой самооценки о как парни то смотрите чё да 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 оно самое и говорят что этот фактор особенно сильно действует именно в так называемых развивающихся странах вспомните карту тогда нашу российской федерации на западе тоже действует меньше дело в том что существуют определенные стереотипы находясь под влиянием которых мы с вами себя сравниваем с некими идеалами да и понимаем что мы люди то никчемные ну в частности это легко демонстрируется на девушках модельной внешности вот ну как бы так то дистрофики если посмотреть до клинические случаи я считаю особенно вот это вот крайне срочно на откорм военкомат там хорошо откармливают к армии говорят военкомат сдать ее да но они на журналах на обложках журналов они популярны и все девочки хотят быть такими же результате знаете что там бывает да разные нехорошие заболевания психологически когда человек рассказываю отказывается от еды совсем ну и кроме того конечно же самооценка что такое стереотипы вспомним до устойчиво сохраняющиеся сознание внимание упрощенные образы и представления до эмоционально окрашенные то есть очень хочется делать ну очень хочется девочки такой быть у нее цель в жизни стать моделью понимаете ну а какая модель она худая обязательно упрощенный образ да вот и влияющие на восприятие человека много информации ну телевизор какой рубин до 246 это вот образ формирования стереотипов кто много кушает телевизора тот постоянно в этом мире стереотипов существует начиная от рекламы и кончая политическими политико-пропагандистскими бы сказал передачами до формирования стереотипов сплошное поэтому с телевизором осторожнее я-то знаю далее а в интернет не лучше тоже я согласен уже не лучше когда-то бы лучше сейчас видимо вот все туда движется еще одно условие ну конечно же разрыв благосостояние почему как раз в не развивающихся странах самооценка более низкая чем других ладно когда все одинаково бедные вспомните кто советский союза стал да там братство там все друг другу помогают там ничего такого нет и так далее но от молодежь то зря кивает в это не помните вот да а вот кто старый уже есть кто кто старый да ну вот вижу да несколько человек мы-то с вами ссср застали другие совсем отношения сейчас конкуренция во первых да то есть ты проигрываешь конкуренции ты чувствуешь себя уже неудачником а показатель то выигрыша в конкуренции что а ты много чем можешь купить и колготки у тебя кружевные да вот вот дяденьки бы тоже колготки кружевные все бы срослось сразу да ну вот что делать живем в таком мире но я думаю что которые здесь вот люди собрались да думаю что для вас как раз это не главное еще одна формула самооценки их сегодня будет три уровень успеха отношение уровня успеха к уровню притязаний ну то есть в данном случае вот в предыдущем примере мы как раз этот случай имеем то есть человек видимо какие-то слишком высокие притязанием ставят себе из-за этого него самооценка падает потому что им не может их достичь ну что вывод то какой поменьше притязание надо делать правильно или может активнее двигаться не знаю а может быть то что он подбирается это хороший бизнес я подозреваю что так прости мне господи все мы же в храме богородице рождественском одним из условий формирования низкой социально самооценки является подростковый возраст люди в подростковом возрасте начиная с 12 где-то лет до 15 некоторые до 14 как раз они находятся в состоянии так называемом маргинальным то есть их ожидания уже не соответствует их возможностям и серии хочется но нельзя в таком состоянии или или хочется но не умею или не знаю как что в принципе одно и то же получается что подростки в принципе находятся в ситуации когда вот это заниженная самооценка она закрепляется ну и еще одно условие низкой самооценки это чувство вины в психологии ничего нет страшнее чем чувство вины никогда не испытывайте долго чувство вины сами и не загружайте других людей чем чувством вины это терроризм психологически страшнее не бывает ничего из-за чувства вины люди лезут в петлю церковь тут некоторым помогает пошел покаялся бог тебе все простил все и пошел дальше себе жить с чистого листа получается да кто не верует тем сложнее нужно искать свои способы варианты низкой самооценки в сочетании с низким уровнем притязаний весь формируется чрезмерно низкая самооценка когда все недостатки личности ее преувеличиваются и возникает апатия человек уже ничего не хочет и он на как бы это сказать то опускается плохое слово но тем не менее наверное где-то так в сочетании с высоким уровнем притязаний возникает эффект неадекватности формируется комплекс неполноценности то есть представление о себе как они удачники ты некомпетентен ты нелюбим ты не способен ни на что и так далее это вызывает постоянно повышенную тревожность никита привет что-то 38 школа сегодня в полном составе виды психологической защиты естественно человек испытывает крайне дискомфортные эмоции и поэтому ему нужно защищаться каким-то образом возникают определенные виды психологической защиты вот они здесь написаны почитайте но как правило это психологическая защита не конструктивно то есть к решению проблем к укреплению отношений к решению задач поставленных перед человеком она не ведет то есть комплекс неполноценности низкая самооценка которая человека есть они в результате блокируют его действия ну допустим что хорошего если ты будешь реагировать на замечания которые тебе делают может быть старшие более опытные коллеги по принципу сам дурак или еще хорош такой подростков есть принцип да я такой понимаете еще что хорошего то произошло ты как-то изменился в лучшую сторону критику как мы взрослые то учим детей критику послушать надо принять да и сделать выводы может быть она не конструктивно а может быть не что то и есть но человек заниженная самооценкой просто отметает сопротивляется ну правда есть два способа психологической защиты которые ужасно полезные во первых компенсация это когда пишешь за ищешь замещающий объект ну допустим тебя никто не любит и начинаешь кошечек любить подкармливаешь их до голубей и так далее у кого бабушки такие во дворе есть у меня вот есть я думаю как бы отравить и бабушек и голубей всех прости господи да потому что для нас это тяжело но я ее понимаю понимаю это компенсация и сублимация сублимация это просто прелесть это когда человек свои проблемы превращает в произведение искусства в новые красивые дома в картины я не знаю еще во что то и так далее то есть человек сублимируется реализует свои вот эти вот личностные какие-то внутренние проблемы через искусство не знаю через творчество в творчество в широком смысле можно деревья сажать можно детей рожать я не знаю это тоже творчество завышенная самооценка кстати вот я выбрал картинку муссолини да уж очень такой образ красивый до завышенной самооценки но я не смею утверждать что у него была завышенная самооценка потому что вот на примере моих клиентов и на примере моих знакомых в 80 процентах люди завышенной якобы с отцом самооценкой оказываются занижены на самом деле но это работает механизм гиперкомпенсации то есть они но и пусть но и я пытаются всем чего-то доказать понимаете результате у них вот такая модель поведения получается которая похожа на завышенную самооценку лишь 20 процентов людей с реально заниженной самооценкой но цифры как вы понимаете примерно называю следование никто не проводил а было бы интересно но это дорогое удовольствие нужно тоже миллион людей опросить 48 странах чтобы получить более-менее валидные данные дальше буква и сокра соскочила последствия неадекватной самооценки но я них уже говорил еще раз вот посмотрите да самое это интересное внизу смотрите стремление к наркотизации ответ на вопрос почему русские мужики пьют русские мужики мы пьем с вами ну в общем нет да да здесь которые собрались нет а так то в принципе это водка балалайка матрошка до западный стереотип вот запивают запивают свою заниженную самооценку женам опять же некоторым спасибо они способствуют тому чтобы мужика снижалась самооценка вот можно смеяться над не знаю там сценками которые ставят юмористы по телевизор опять же телевизор будьте с ним осторожны да вот ну там вот такие вот где деньги где зарплата и так далее разыгрывают эти вот сценки бесконечно так плакать надо над этими сценками на самом деле понимаете любить на за друг друга как-то ну и опять же вот соматические нарушения например заниженная самооценка превращается в разные неприятные вещи например язву желудка не знаю какой был какой был психотип у пушкина и какая у него была самооценка трудно сказать по его биографиям потому что у каждого автора свои представления о том каким был пушкин а что касается современников то там немного осталось но он один из рецептов предложил как свою самооценку сохранить знаменитом произведение я памятник себе воздвиг помните да почитайте третья строчка мне нравится хвалу и клевету приемли равнодушная не оспоривая глупца ну правда здесь есть некие признаки как это психозащита называется вытеснения да нет не вытеснения рационализация какая-то глупец чуть него слышать да да но вот холл хвалу и клевету приемли равнодушно это важно не нужно слишком эмоционально к этому относиться прагматично нужно к этому относиться это сигнал извне который может быть тебе полезен как таблетка а принимать ее или нет то что сам решаешь позитивный момент недавно сбербанк проводил исследование современной молодежи разными способами у меня на в стране на странице вконтакте выложено это исследование можно его найти виде презентации так вот выяснилось что современное поколение я заканчиваю современное поколение молодежи вот она растет с более высокая самооценка чем их родители что там происходит трудные времена трудные же кризисы же у нас да вот мы взрослые ходим да у нас кризис у нас плохо все доллар растет плохо доллар падает тоже плохо все плохо понимаете а молодежь ничего нормально все и потом они как-то вливаются в принципе в принципе вот этот юношеский возраст то есть после окончания в школы в течение ну может быть университета да этот возраст он в принципе характерен тем что у людей завышенная самооценка выше адеквата скажем так и природа очень мудро поступила этим людям нужно утвердиться в этом мире найти свое место под солнцем пробиться и природа их наградила специальными психологическими свойствами которые помогут им это сделать частности завышенной самооценкой и это наверное хорошо а сейчас говорят что в принципе вот и поколение такое идет а чем еще это можно объяснить может быть тем что они научились вот в этом вот море информации которая валится со всюду отовсюду у них иммунитет возник они выискивают то что себе надо остальное безжалостно отбрасывают и никаких эмоций по этому поводу не испытывают это ж мы взрослые привыкли то что написано в вечерней газете это правда так что не знаю может быть все хорошо на самом деле зря я драматизирую здесь и в том же исследовании помните про 48 стран то еще одна вещь говорится на западе своего спас возрастом самооценка людей растет а у нас в россии что с этим делать причем дело не только в пенсии хотя в пенсии тоже стариков наверно как поддерживать относиться к ним по-другому в чечне говорят самооценка не падает у стариков не тут не смешно они дело в том что стоит для них это авторитет оксакал все что он сказал это истина понимаете их там уважают безмерно их защищают им помогают и так далее и там старики себя чувствуют адекватно может и нам тоже как-то еще один аспект значит но я заканчиваю уже ненадолго знаете этого героя то помните электроник он тащит электроника подмышкой парень где у тебя кнопка да вот иногда возникает вопрос особенно у менеджера всяких которые управляют людями как они выражаются да где же у человека кнопка на что нажимать чтобы человек делал так как надо у нас у каждого есть замечательная кнопка или хотите если джойстик это самооценка повышаясь от сама самооценку человеку и за тобой на край света пойдет как говорят хороший педагог не учится что делает вдохновляет вдохновляет человек чувствует крылья за спиной и он освоит весь материал сам может это такое этой кнопкой можно пользоваться но только делать надо это искренне и без цели манипуляции потому что некоторые пользуются этой кнопкой в корыстных целях тоталитарные секты люди с низкой самооценкой приходят и там попадают в обстановку любви всеобщей да и вот они там хотят оставаться а потом им говорят хочешь продолжение как говорится плати и начинается подсаживаются на это все короче говоря нужно делать друг друга счастливыми и тогда эта самооценка наконец у нас выровняется понемножку и это в силе сделать мы но только сделать мы можем это все вместе помогая друг другу кто-то может быть и один но некоторым как раз нужно чтобы рядом кто-то был как у американских психоаналитиков там считается что каждый психоаналитик не в состоянии справиться со своими собственными проблемами и он один раз в год должен пройти курс у своего коллеги они там все друг про друга знают представляете вот но так или иначе вот помогать на друг другу и последняя формула самооценки количество любви потребность любви вот это отношение причем потребность любви у разных людей разные кому-то чуть-чуть достаточно а есть такие большие кувшины которые наполнить очень трудно да но надо наполнять все равно человек это спасать надо не оставлять же его с заниженной то самооценкой беспомощного 1 но если чуть-чуть самооценка занижен это хорошо у человека есть стремление чего-то добиться я говорю о тех ситуациях когда она низкая понимаете когда уже опасно низкая вот был бы я богатый я был бы я президентом страны чего конечно себе не желаю но тем не менее я бы издал указ во всех школах прежде всего для начала а потом и во всех остальных публичных местах повесь вот такие лозунги повышая самооценку себе и другим и себе тоже потому что учитель например с низкой самооценкой это катастрофа для учеников учительницы знаете которые самоутверждаются за счет детей да вы дебилы ничего не понимаете да поднимает себе самооценку поэтому вот это должно быть девизом я считаю нашим с вами если мы хотим на пенсии жить хорошо да должны работать на свою пенсию же сейчас начинать спасибо большое за внимание аплодисменты